Приветствую всех, с вами Олег Саламаха, и в сегодняшнем видео я покажу вам одну сильную и красивую ловушку в сицилянской защите Гамбите Морра. Итак, внимание на доску. Кстати, лайк сразу за смену доски и фигур, поскольку вы писали, что предыдущая доска вам не понравилась. Напишите в комментариях, как вам эта доска. На самом деле шахмат у меня много. Итак, белые играют Е4, черные отвечают С5, белые играют Д4, жертвуя пешку после СД, играя С3. Это так называемый Гамбит Морра. Очень распространенное начало, когда белые жертвуют пешку ради лучшего, скорейшего развития своих фигур, и часто применяется, например, в интернете достаточно, но также его играют и на достаточно серьезном, даже гроссмейстерском уровне. После ДС, конь бьет С3, у белых лучшее расположение фигур и лучшее развитие. Черным нужно, соответственно, играть очень точно. И сегодня, естественно, в рамках вот этой самой моей импровизированной рубрики «Живые шахматы. Ловушки в дебюте» мы с вами посмотрим одну красивую ловушку. Итак, черные делают самый логичный ход. Они играют конь Ф6. Белые также развиваются, играют конь Ф3. В моих ловушках и моих вариантах вы, соответственно, не увидите сказочные варианты по поводу похожих на канале Владимир Чеслайк, когда там просто выдумываются варианты из головы и делается настоящий кооператив. В отличие от Владимира я показываю вам реальные ситуации, которые могут возникнуть в вашей партии. Итак, ход черных. Черные играют конь С6, развивают коней, все по науке. Мы играем слон С4. И вот здесь часто против вас нескушенные соперники сыграют Д6. Такой вот логичный ход. Черные хотят сыграть, например, слон Ж4, поставить слона на поле Ж4 и поставить какую-то связку. То есть связать коня на поле Ф3. Но правильно здесь играть А6. А почему? Мы сейчас с вами увидим. Здесь белые сразу же получают большой перевес, не рокируя, а играя просто Е5. Тараня коня и пешку. Теперь черные понимают, что брать конем плохо. В этом случае после взятия коня ДЕ и удара слон Бьет Ф7 потеряется ферзь на поле Д8 у черных. Поэтому они возьмут пешкой. Можете написать в комментарии, попадались ли вы за черных в такую ловушку, или, может быть, сами ловили кого-нибудь. Так вот, здесь белые играют ферзь Бьет Д8. Черные согласны на этот самый размен. Следует ход. Конь Бьет Д8. Ну, королем, понятно, брать плохо. В этом случае черные лишаются рокировки. И после конь Ж5 также и пешка идет на поле Ф7. Не пешка, вернее, а конь идет на поле Ф7. Грозит взять пешку с шахом и выиграть ладью. Поэтому конем будет взятие. Ну и черные теперь думают, они согласны на то, что белые будут брать пешку на поле Е5. И вроде бы как произошел обмен пешками. Но здесь сказывается то обстоятельство, что черные не успели сыграть А6. Белые играют конь Б5. И теперь угрожает вилка на поле С7. Пренеприятнейшая. То есть могут сыграть здесь разными способами черные. Они могут сыграть ладья Б8 с идеей как-то попытаться спастись от этой самой вилки. Либо же, что очень часто бывает в Блиц, они сыграют король Д7. Таким образом, держа поле С7 под контролем. Ну и вот в Блиц эта ловушка прокатывает на ура. Далее белые сразу же побеждают. Играя конь бьет Е5. Шах. Выясняется, что черные сделали ужасный ход. По сути дела это зевок. Но на самом деле так играли. И ловились в эту ловушку достаточно серьезные игроки. Такая вот интересная ловушка на иллюзию. Вроде бы король идет на поле Д7. Защищает пункт С7. Но следующим взятием мы заставляем его уйти обратно. И после этого ставим конем на С7. И получается у нас шах и мат. Вот так вот можно легко и просто обыграть соперника. Применив гамбит Мора. В ответ на сицилианскую защиту. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами же был Олег Саламаха. Не забывайте включать уведомления о выходе новых видео на моем канале. Нажав на колокольчик рядом с шапкой. Ну а на сегодня это все. Играйте в шахматы. Любите шахматы. Друзья, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok